Сегодня открылась выставка Голубкино-Достоевский Зарайск в городе Зарайске, родном городе для Голубкиной и неподалеку от которого находится родовой имени Достоевских Доровой. Жили эти люди просто в разное время, для русской истории даже в разную эпоху. И встается к намерный вопрос, а не слишком ли вольное это допущение объединяет Голубкину и Достоевского только на базе того, что эти люди существовали в Зарайске. На самом деле Зарайск это такая своеобразная точка отсчета в том смысле, что русская культура охватывает огромные пространства нашей страны, в том числе и небольшие города, и для нее нет препятствий и границ. А вот то, что эти люди принадлежали к совершенно особой духовной традиции оба, и оба эту традицию так или иначе воплотили, это совершенно не вызывает сомнений. Впервые сопоставил Голубкину и Достоевского Максимилиан Волошин в своей первой программной статье, опубликованной в шестом номере журнала «Аполлон» 1911 года. Именно там он впервые заявляет о том, что Голубкина является собой глубоко русский талант, сопоставимый масштабом с Толстым и Достоевским. Было ли это вольным допущением мастера? Безусловно, нет. Волошин был тонкий, интуитивный ценитель и чужого творчества, при том, что знал все тайны творчества, поскольку сам был художником. Если он так сказал, за этим, наверное, стояло многое. Конечно, научных исследований на эту тему он не проводил, но какое-то внутреннее, глубокое, интуитивное убеждение на этот счет у Волошина существовало. Попробуем разобраться в этом вопросе. Действительно ли этот пласт, единый пласт гениального Достоевского и гениальной Голубкиной существует? Можно смело сказать, на сегодняшний день это совершенно очевидный факт. Конечно, многие люди спрашивают, а как относилась Голубкина к Достоевскому? А видела ли Голубкина Достоевского? Воплощала ли она образы Достоевского? Но это только поверхностные вопросы. Досконально по ним у нас аргументированных ответов не существует. Но существует иной, более глубокий, более обширный пласт культуры, который реально объединяет истории разных людей. Федора Михайловича Достоевского, происходившего из хозяйства поместья, и Голубкину крестьянку, как она сама о себе говорила. Начнем, конечно, с того, что Голубкина происходила из старообрядческой семьи и, скорее всего, Федосеевского согласия, а именно страноприимцев или странников, людей, которые осуществляли связь между собою, стараясь минимально входить в контакт с официальными властями. Недаром ее родители держали постоялый двор, и это был верный признак принадлежности к этому согласию. Одновременно с этим необходимо сказать, что Федор Михайлович Достоевский на протяжении всей своей жизни проявлял большое внимание к позиции староаверов, к их истолкованию многих нравственных вопросов, хотя были какие-то стороны этого учения, которые он внутренне не принимал. Прежде всего следует начать с того, что семья Федора Михайловича Достоевского, а именно судьба его отца Михаила Андреевича во многом была обязана успешности московской карьеры контактом с известным староавером-благотворителем Ковылиным. Контакт с этим человеком позволил получить протекцию Михаила Андреевича и поступить на службу в хорошее, престижное, серьезное место. И о том, что роль этого благотворителя и при этом очень четко придерживавшегося староверческих взглядов человека была в этой семье велика, об этом говорит тот факт, что Федор Михайлович Достоевский, посещая Москву, непременно посещал могилу Ковылина на Преображенском кладбище. Ну, среди героев Федора Михайловича Достоевского мы много найдем отсылок к многочисленным коннотациям со староверческим согласием. Это и фамилия Раскульников, главного героя «Преступление и наказание», и фамилия Рогожин, другого ведущего героя «Идиота», и образ отца в подростке, и огромное внимание к образу неформальных духовных лидеров, иноков в миру, которые мы находим в братьях Карамазовых и в том же подростке. Очень серьезные заметки мы находим по этому вопросу и в дневнике писателя. Федор Михайлович Достоевский с особой любовью описывает образ старообрядца, когда он находился в ссылке в Омске, видя в нем совершенно особые нравственные качества, любовь к жизни, любовь к родине. И здесь невольно мы вспоминаем о том, что Голубкина есть глубоко русский талант. Вот это внимание к почвенническим основам староверия было одним из главных стимулов интереса Достоевского к староверию. При этом, если мы обратимся к каким-то формальным признакам староверия, то Достоевский их редко принимал. Он не любил сложных богословских споров, зато четко стоял на позиции одних из ведущих теоретиков старообрядчества, например, Павла Прусского и Голубова, которые, собственно говоря, в своих трудах старались придерживаться простого, естественного русского языка. И этот русский язык стремился освоить Достоевский и именно таким языком излагать свои произведения гениальные. Если же мы откроем знаменитую книгу Анны Семеновны Голубкиной «Несколько слов о ремесле скульптора», то там мы увидим именно этот язык живой, настоящий, русский, без излишеств, непосредственно обращающийся к читателю, как бы вовлекающий его в эмоциональную сферу автора и при этом не назидающий и не погружающий в какую-то словесную эквилибристику. Вот это, безусловно, роднит этих двух великих людей. А что такое система языка? Это особое самовыражение культуры. Значит, где-то на большой глубине нашей общей русской цивилизации вот эта культура была для Голубкина и Достоевского единой. Что еще необходимо сказать, когда мы касаемся вопроса связи духовного мира Достоевского и духовного мира Голубкиной. Конечно, это совершенно особый образ их героев. Героев, находящихся в том самом, теперь ставшем уже знаменитым термином, экзистенциальном состоянии. Что называется, перед испытанием предельных возможностей человека. И отсюда такое духовное напряжение в голубкинских портретах, то самопогруженных, то устремленных в какой-то непостижимый нам мир, как будто человек находится в состоянии богоявления эпифании, когда ему открывается последняя истина. Глубокое внимание к возрастным характеристикам. Либо это юные существа, либо это старцы. Глубокое внимание к творческой личности, которая периодически в силу требований таланта погружается в это экзистенциальное напряжение. И это есть и в портрете Андрея Белого, и в портрете Черткова, и в портрете Нины, которую Голубкина желала запечатлеть, пока, как она говорила, в ее лице есть след тех страданий, которые она, как сестра милосердия, увидела на русско-японской войне. Вот эти страдания, глубоко изменившие внутренний мир молодой женщины, она и хотела передать. И если мы сравним это с духовным состоянием героев Достоевского, мы здесь, безусловно, увидим очень сильные общие корни. Корни предельного напряжения, поиска истины, открытия этой истины для себя, истины, открывающейся через вот это предельное состояние. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok